Удивительный Шварцвальд Летом 1904 года семья Цветаевых приезжает в Германию. Отец семейства Иван Владимирович Цветаев, мать Мария Александровна Мэйн и две сестры Марина и Анастасия поселились в местечке Лангекерн, в наше время Хорбен, под Фрайбургом. Здешний целебный климат должен был повлиять на улучшение здоровья Марии Александровны. Это была живописная деревня, настоящая шварцвальдская глубинка, высокие холмы и долины, дороги, тропинки, заколдованные хвойные леса, склоны, цветущие кусты, лужайки, вспоминала сестра Марины Анастасия. Лето 1904 года было счастливым периодом в жизни Цветаевых. Они проживали в отеле у Ангела. Всей семьей Цветаевы совершали длинные прогулки в лес, любовались пейзажами, как в сказках братьев Гримм. В Лангекерне Марина и Анастасия подружились с детьми хозяев пансиона Марила и Карлом. Они вместе играли. И когда позже пришло время уезжать, обе сестры Цветаевы очень грустили. Марина была любознательной и одарённой девочкой. Мама обучала её игре на фортепиано и мечтала, что дочь станет музыкантом. Отец же прививал Марине любовь к литературе и иностранным языкам. И в шесть лет она начинает писать стихи на русском, французском и немецком языках. Этим летом мама читала девочкам роман Вильгельма Гауфа «Лихтенштайн. Романтическая сага из истории Вюртенберга». Действие романа происходило в Шварцвальде. Мария Александровна читала вслух на немецком языке. Детское стихотворение Марины так и называется «Как мы читали Лихтенштайн». Тишь и зной, везде синеют сливы, усыпительно жужжанье мух. Мы в траве уселись, молчаливы. Мама Лихтенштайн читает вслух. Вскоре здоровье мамы ухудшится, и девочки проведут зиму в пансионе сестер Бринг, вдали от любящих родителей, в атмосфере строгости и жесткой дисциплины. И несмотря на это, расставание с Фрайбургом и его прекрасными окрестностями будет тяжелым. Любовь Цветаевой к Германии не закончилась вместе с детством. И даже когда началась Первая мировая война, Марина пишет стихотворение к Германии, в котором мы слышим признание в любви к этой стране. «Ты миру отдана на травлю, еще-то нет твоим врагам, но как же я тебя оставлю, но как же я тебя предам, и где возьму благоразумие за око-око, кровь за кровь, Германия, мое безумие, Германия, моя любовь». Шварцвальд «Детский потерянный рай» будет часто возникать в Цветаевской прозе и высказываниях зрелых лет. Позднее в Париже в эмиграции Марине Цветаевой зададут вопрос, действительно ли она рада будет возвратиться в Россию? Марина ответит, «Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство». Жители Фрайбурга помнят и любят русскую поэтессу. В университетской библиотеке хранится более 300 книг, поэзия Марины Цветаевой и исследование ее творчества на самых разных языках. Здесь открыт Центр русской культуры имени Цветаевой и регулярно проводятся культурные мероприятия. Есть во Фрайбурге и улица, названная в честь Марины. Ценители творчества Марины Цветаевой приезжают со всего мира на ежегодные чтения «Цветаевские костры» и бережно передают огонь поэзии из поколения в поколение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова